Всем большой привет и добро пожаловать на наш канал просто рецепт сегодня приготовим с вами замечательный хлеб на пшеничной закваске с морковью и орешками оставайтесь со мной будем готовить вместе и для этого хлеба мне понадобится 250 грамм пшеничной муки высшего сорта также 250 грамм пшеничной цельнозерновой муки 200 грамм пшеничной опары можно взять ржаную опару 250 миллилитров обычной воды комнатной температуры 100 грамм натертой на мелкой терке моркови ее необходимо немножко отжать от сока 10 грамм соли и 70 грамм молотых орехов любые какие у вас есть в миску наливаю воду отмеряю 200 грамм закваски у меня уйдет практически вся чуть-чуть вот остается как стартер для следующей выпечки хорошенько все соединяю добавляю муку цельнозерновую и муку высшего сорта замешиваю тесто руками до увлажнения всей муки вымешивайте его пока не буду если будет необходимость то добавлю еще немножко воды в процессе замеса я добавила еще дополнительно 40 миллилитров воды и в итоге пока у меня получилось вот такое вот рыхлое неоднородное но мягкое тесто закрыла его пленкой и оставляю на аутолиз на 30-40 минут после аутолиза в тесто добавляю соль и начинаю вмешивать и и в тесто соль у меня просто распределилась в тесте теперь добавляю орехи и начинаем также вмешивать вместе с орехами можно добавлять сразу и морковь частями и продолжая замес немного вмешалась снова добавляю орешки и морковь и вымешиваю уже до равномерного распределения орехов и моркови в тесте хлеб уже на стадии замешивания очень вкусно пахнет орешками морковью и цельнозерновой мукой миску слегка смазываю растительным маслом перекладываю в нее свое тесто посмотрите какое оно закрываю пленкой и оставляю на брожение при температуре 24 25 градусов на три часа и за это время я сделаю два складывания теста через равные промежутки времени через один час после начала брожения делаю первое складывание влажными руками стараюсь слегка вытянуть тесто оставляю дальше на брожение вот так замечательно подошел хлеб такой звук полная миска хорошо выбродило тесто рабочую поверхность присыпаем мукой совсем немного выкладываю тесто можно разделить на две булки можно сделать одну булку я сделаю одну большую булочку округляю хлеб это у меня будет предформовка и оставляю пока на пять минут чтобы тесто расслабилось и формую буханку расправляю тесто у меня будет она немножко овальная у меня овальная корзинка если у вас круглая то вы просто собирайте к серединке тесто и хорошенько подтягивайте перекладываю в корзинку швом наверх присыпаю мукой закрываю пленочкой и вот таком виде оставляю хлеб на расстойке на столе на 1 час посмотрите как хорошо подошло у меня тесто перекладываю тесто на пергамент подниму меня доска и делаю надрезы и сразу ставлю хлеб выпекаться в хорошо разогретую духовку выпекаю первые 15 минут с паром при температуре 230 градусов затем температуру снижаю пар выпускаю и допекаю хлеб окончательно еще где-то 20 минут при температуре 190 градусов смотрите на особенности своей духовки смотрите на этом видео Субтитры создавал DimaTorzok И вот такой чудесный хлеб получается по этому рецепту. Очень ароматный, очень вкусный, с пользой для себя и своей семьи. И это потрясающий хлеб, который должен попробовать каждый. Это очень и очень вкусно. Пеките хлеб дома, радуйте себя и своих любимых. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Текст и формат рецептов вы как всегда найдете на Дзен. Ссылочка я оставлю в описании под видео. Я всех от души благодарю за просмотр. Желаю вам прекрасного настроения, крепкого здоровья. До скорых встреч и пока-пока.